Привет, ребятки! Привет, семья! Итак, сегодня домашечка всем! Добро пожаловать всем! И буквально немножечко подождем и начнем. Меньше недели назад, буквально вот, когда во вторник вернулся с конференции. Конференция просто мощнейшая, я так скажу, что обязательно-обязательно. Сейчас ребята работают над заливкой, да, ребята из Риги, Каспарса, церковь, Freedom Center. Они сейчас заливают все в хорошем качестве, в HD, да, поэтому подождите немножко. По-моему, уже первые три служения стоят, поэтому сначала будет все на их сайте. И поэтому идите туда, скачивайте конференцию, смотрите. Очень мощная конференция, очень насыщенное слово, насыщенное движение. Те, кто был, вы знаете, что там творилось, что там происходило, поэтому очень-очень такой хороший-хороший совет. Обязательно прослушайте и просмотрите конференцию, а это не оставит вас равнодушными. Итак, я вижу уже первый вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос. Почему Бог не избавляет сразу от всех зависимостей? Есть сильные зависимости в виде похоти, алкоголя, лени, все. Я понимаю, всего год как с Богом, но все опять вкруговорюте. Потому что, смотрите, как вам сказать, все наши зависимости или пороки для Бога важнее состояние вашего сердца, чем ваша свобода. То есть, смотри, если ты освободишься раньше, чем твое сердце прошло процесс, ты будешь Люцифер номер два, в кавычках скажу. Поэтому, дорогие, поймите, вот это очень мудрое Божье решение, почему Он не освобождает нас сразу от всего. Человеческое сердце настолько испорчено и изгажено, оно не способно жить в полной свободе сразу, в ту же секунду. Поэтому, как Бог и говорил Иисусу Навину, обетованная земля ваша. Поймите, как Бог рассматривает нас. Мы Ему принадлежим. Все. Для Него это точка, сто процентов, ты Его. Это как твой сын. Не важно, он еще там двойки получает, по каким-то предметам четверки, по каким-то там пятерки. Он твой сын. Ты с ним работаешь в процессе, и он становится лучше. Поэтому, отвечая на этот классный вопрос, спасибо, мне нравятся такие вопросы. Жизненные, реально жизненные вопросы. Почему Бог не освобождает от всего сразу? Это чтобы тебя всегда держать рядом с Богом, всегда, чтобы твое сердце, наше сердце, поймите, дорогие, Бог может вот так освободить. Наше сердце нуждается в процессе. Оно настолько изгажено, испорчено, и для Бога твоя похоть не так важна, как гордость, которой Бог противится. И поэтому, иногда, я так скажу, у меня то же самое, я в процессе по сей день. Я понимаю, что вещи, большинство вещей отошло, которые там меня притупляли, я спотыкался. То есть, основная часть, но опять же, смотрите, по времени возраста, как только твое сердце подросло в отношениях с Богом, тебе дается следующий уровень свободы. Чтобы твое сердце могло быть приравнено к уровню свободы. Теперь следующий уровень отношений с Богом налажен, опять дается следующая свобода. Что Бог? Смотрите, принцип этого в книге, когда Бог говорил Иисусу Навину, да, в Библии, в Ветхом Завете, где он говорит, что я не дам тебе всю землю, потому что ты не сможешь ее контролировать. Вот это наше сердце. Мы не сможем контролировать другими похотями. То есть, посмотрите на меня, какой я святой, какой ты нечистый. То есть, посмотрите на вашу жизнь, Бог меня освободил. Смотрите, Бог всем остальным грехам, а Бог не противится. Единственный грех, который Бог ненавидит и противится, это гордость. И вот это Бог удерживает тебя, чтобы ты не попал в эту проблему. И в процессе, как только Он говорит, вы подрастаете, и вам нужен следующий кусок земли, я отдаю вам это. Примерно этот же принцип с нашей работы сердца Бога с нами. Для него самое первое, твоя принадлежность, и потом начинается работа с твоим сердцем. И когда ты возрастаешь в сердце, у тебя приходит освобождение, 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 и ты идешь выше. Поэтому, если кто-то говорит мне, как мне освободиться быстрее, чем больше ты проводишь время в тайной комнате и поддаешься процессу работы Бога над твоим сердцем, свобода приходит естественно, свобода приходит натурально, и ты захватываешь больше и больше и больше земли. Поэтому, дорогие, вот такой мой ответ на этот прекрасный вопрос. Спасибо за него. На, идем дальше. Привет всем, родные. Привет, привет, привет. Почему не выходит войти в святое? Много раз пытался, не выходит. Потому что мы, люди с вами, это требует времени, это требует посвящения. То есть, хочешь, не хочешь, мы с вами начинаем, чтобы мне сейчас входить за несколько минут в славу Бога, во святое, быть с Ним, во святом святых, быть в атмосфере Отца, в тронном зале, как угодно называйте. Мне нужно было очень много времени посвятить тому, чтобы мои чувства духовные были развиты намного острее, чем душевные. Поймите, что получается. Обычно люди задают такой вопрос, более душевные, чем духовные. И тебе нужно пройти через боли или, так скажу, такие проблемы с души, чтобы добраться до духа. Большинство людей, почему не входят во святое? Святых, они сидят на душевных моментах и ждут, ждут. Не получается, не получается. Ну, все, Бог, у меня больше времени нет, ну, полчаса прошло, ну, извини, я побежал. То есть, и вот это и есть проблема наша. Проблема не то, что мы не можем войти, а проблема то, что мы не позволяем Богу достаточно времени с нами провести, чтобы душа заткнулась, да, можно так сказать, да, и чтобы дух начал доминировать. И вот это то, принцип входа во святое, в атмосферу. Доминирует душа или дух? Доминирует душа, ты всего лишь эмоциональный христианин. Ты включил какую-то музыку, тебя там накрыло, ну, как бы в кавычках, да, ты там немножко пропитался, ну, все, что ты сделал, это просто коснулось твоей души, твоих эмоций. Ты немножко пережил, ты помолился, ты сказал Богу слава. Но это начальный период вхождения во святое святых. Это, там, там, внешний двор святой, но когда ты входишь во святое святых, твоя душа вообще затыкается. Она вообще сейчас не понимает, сейчас плакать, смеяться, кричать, кувыркаться, лежать в обморке. Твоя душа вообще не понимает. Но твой дух начинает доминировать. И поэтому, дорогие, проблема не потому, что вы не можете войти, а потому, что вы предрасположены чувствовать Бога душой, а не духом. И чтобы дух начал чувствовать Бога и входить в славу, да, не душа, а дух, то вы должны проводить достаточное время и позволить душе успокоиться, заткнуться и уйти на задний план, и дух будет доминировать. И вы будете удивляться, что начнет происходить в вашей тайной комнате. Двигаемся дальше. Руководство церкви хочет, чтобы люди взяли кредит на 30 миллионов на стройку нового здания. Да разве это не рабство? Радство, дорогие. Я никогда в жизни не сделаю это. Вот я сижу, пастор, и у нас сейчас, у нас сейчас через год мы должны въезжать уже в собственное здание. И мы сейчас ищем, у нас есть реалторы подключенные. Я скажу, что это проклятие. Я не позволю моим людям войти в это проклятие. Я так говорю, Бог способен дать нам землю, за которую мы не захватывали, дома, которые не строили. Другими словами, я абсолютно, абсолютно верю в бездолговые вещи. Даже если мы берем какой-то момент заем, то это опять наша земля. Опять же, как работает маркет в России, Украине или в Америке, это абсолютно разные вещи. Но любой заем, то есть, и особенно, когда берет заем не церковь, не как вот этот институт церковный, да, как бы сама организация, да, под которой там подписаны пасторы. То есть, пусть он на себя этот навесит долг. Зачем на людей? То есть, я скажу, что я против этого. Никогда в жизни это не заставлю людей сделать. Вот, каждый, если люди это делают сами, нормально. Но опять же, я говорю, я всегда учу людей, чтобы они были свободны от долгов. Долги, в моем понимании, это проклятие. Библия говорит, когда ты будешь благословен, и Бог будет твоим Богом, когда Он будет на сердце в твоем троне, Он говорит, вы будете давать взаем, а не занимать. У вас будут приходить и занимать, но не вы. Я считаю, вот это и есть благословение. Окей? Как изменить свое мышление и сознание? Опять возвращаюсь в предыдущий момент. Дорогие, наше мышление и сознание – это процесс мыслей, опытов, встреч, идей, проходящих через наше сознание. Наше мышление меняется тогда, когда мы меняем образы перед нами. Образы, которые мы слышим, образы, которые мы видим, образы, которые мы прикасаемся. Как только некоторые люди говорят, я хочу поменять мышление, ты не поменяешь мышление, если ты не поменяешь образы, которые находятся рядом с тобой. Если ты не поменяешь окружение, ты никогда не поменяешь свое мышление. Если ты не поменяешь иногда какие-то свои поступки, то есть вещи, которые перед тобой. Давид говорит, ничего непотребного не положу перед глазами моими. Почему? Потому что это будет вводить его в рабство, это будет вводить его в мысли не о Боге. И, другими словами, расслаивать, расшатывать и размывать его платформу, которая является Богом. Поэтому сразу говорю, как изменить свое мышление? Первое, вы начинаете менять ваше окружение то, что вы слышите, то, что вы видите, то, к чему вы прикасаетесь, то, что вы говорите, то, с кем вы общаетесь. И от этого начинается естественный процесс перемена мышления. Большинство людей пытаются сделать наоборот, поменять мышление, и потом поменяется окружение. Нет, вы сначала передвигаете эти вещи и говорите, не буду смотреть на это, как Иов говорит, я положил завет не помышлять, да, как бы о девушках, о похоти, неважно. То есть, он говорит, я заключил завет с глазами, то есть, он вот там что-то сделал, и теперь у него завет, и его сознание чисто, и мышление по-другому работает. Поэтому вот так меняется мышление, мышление не меняется как-то, знаете, вот сверхъестественно сидел парень, и бам, новое мышление. Мышление, во-первых, твое старое мышление будет противостоять твоему новому мышлению, и твои старые образы будут воевать своими новыми образами. Другими словами, тебе, у тебя будет война, потому что вот это полигон, и за этот полигон сражается и ад, и царство Бога. Поэтому вот это и есть твой самый главный инструмент, за который идет сражение. Окей, двигаемся дальше. Здравствуйте, Андрей, я считаю вас серьезным гигантом в духовном мире, и думаю, у вас есть знание. Вопрос, почему ребенку снится вампир, и кто такие вампиры? Во-первых, это дух, сразу скажу, что вампиры, опять же, есть, я не хочу туда, это вообще демонология, я туда не хочу идти, я лучше хочу, я хочу говорить о Боге, о славе, и вытеснять всю гадость не связыванием, а тем, что я излучаю свет из себя. Скорее всего, может быть, обычно надо узнать, сколько ребенку лет, иногда он навоображался, иногда начитался, иногда насмотрелся чего-то, и иногда, и вот эти вещи просто начинают западать в его подсознании, и в подсознании, и что получается? Во сне мы не можем контролировать наше подсознание. Обычно, если я хочу узнать, кто человек, я говорю всегда, давай посмотрим на твои сны. То есть, твои сны чистые, твои сны светлые, твои сны добрые, твои сны красочные. Если твои сны, они имеют характеристику, то есть, обычно во снах я могу видеть личность раздетую, да, как бы, раздетую, в кавычках, личность сознания человека, кто он является. Потому что мы очень с вами, очень красиво можем прятать все вот здесь, снаружи, да, в нашей жизни, но когда ты засыпаешь, твое сознание отключается, и ты можешь видеть свое чистое подсознание, чем оно наполнено, что оно жаждет, чего оно боится, к чему оно стремится. И вот эти образы, чаще всего сон, это очень хороший определитель или тест того, кто ты на самом деле, твоего сердца, твоего сознания и так далее. Поэтому надо узнать, может быть, я что-то насмотрелся, а просто помолиться, помазать или разрушить это, моим детям снились подобные сны, тоже приходили, кричали, папа, помолись-то, то есть, мы молились, и это отходило. Я их учил так же, что никакой вампир или бес не сильнее, чем Иисус Христос. Я их учил, если что-то плохое снится, призови имя Иисуса Христа, и ты увидишь, как уйдет моментально. Они сами научились потом, даже если что-то нехорошее снится, они всегда призвали имя Иисуса, и это все отходило. Поэтому вот такой совет. Привет, Андрей, можно ли верующему покупать продукцию и вести бизнес в компании Хэппинес? Не знаю такого бизнеса, который основан на китайской медицине. Медицин очень много, есть медицины, которые связаны с демоническим миром, есть медицины, которые добавляют некоторые оккультные приправы в свой состав. Поэтому я очень аккуратен. Я не знаю насчет этого бизнеса. Пользуйтесь здравым рассудком и молитвой. Бог, если ты не хочешь, а если вы просто пользуетесь наваром, жаждой наживы, похотью, например, набить карманы, то, скорее всего, вы не услышите нежный голос Духа Святого. Тот сам факт, что вы мне задаете этот вопрос, это говорит о том, что у вас уже есть очень серьезный вопрос насчет этого бизнеса. Поэтому я бы очень серьезно помолился и попастился и сказал бы Богу, не мое, закрой все двери и забери мое желание. Обычно я вот так делаю с вещами, которые не знаю, то есть многие вещи я не знаю в этом мире. И поэтому я просто полагаюсь на Бога, а Он помогает моему сердцу в балансе без похоти и желаний каких-то определить, этот бизнес правильный или я просто сейчас становлюсь частью царства тьмы, которое распространяет какую-то продукцию. Поэтому подойдите к этому мудро с молитвой и пусть Дух Святой вам укажет, да, а насчет этого бизнеса хэппинес я абсолютно первый раз слышу. Спасибо, приветствую Андрею, люблю, благословляю, спасибо, дорогие, тоже люблю вас, очень рады Домашке, я тоже, как всегда, когда есть время, я наслаждаюсь этим временем с вами, дорогие, мне очень-очень приятно общаться с вами. Здравствуйте, Андрей, на прошлой Домашке ответили на вопрос, может ли церковь развалиться из-за того, что пастор стал заниматься с этим маркетингом? Благодарю за ответ, показал его своим, да, так и есть, да, прошлая Домашка тоже была, очень интересные вопросы, спасибо. Должен ли жертвовать пастор церкви и как если должен? Пастор церкви отдает десятую часть, как и обычно, то есть, ну я опять же говорю, мы со Светланой мы отдаем десятину и больше, чем десятину. Почему? Потому что это наша организация, я даже не знаю, как пастор собственной церкви не жертвует церковь, то есть, это вообще, это даже смеху подобно, то есть, я даже не знаю, это, наверное, не пастор, не пастух и не добрый пастор, это, скорее всего, какой-то наемник, который нанял каких-то других строить какое-то его царство и вдруг не получится, он свалит оттуда. Поэтому я не знаю, о чем речь идет, но пастор абсолютно должен жертвовать и я жертвую, как и все остальные, и больше того, не только деньгами, ой, бог мой, деньги даже в счет не идут, десятая часть, сверхдесятая всегда идет, я жертвую временем, я жертвую моей жизнью, вот я сейчас сижу и отдаю целый час моего времени, который я мог бы провести с моими детками на пляж пойти, сейчас лето, прекрасная погода, но я провожу его, инвестируя в вас, потому что я знаю, как сильно церкви глобально не достает вот такого контакта. Все хотят стоять на сценах и кричать какие-то лозунги, но кто реальности будет проводить вот такое время, отвечать на вот эти вопросы? То есть поэтому мое сердце, дорогие, вот я даже сейчас вам показываю, что я жертвую, да, то есть жертвую своим временем, своей свободой, то есть этот час вот этого времени мне в жизни никто не вернет, но я абсолютно рад, потому что я инвестирую в чью-то свободу, в чью-то жизнь, и я верю, что это также и есть моя жертва, помимо всех финансов там, конференций, перелетов, то есть неважно, вот это еще раз одна жертва, поэтому я так скажу, что и есть, пастор должен жертва, просто и понятно. Спасибо за конфу, пожалуйста, дорогие, очень рад послужить. Здравствуйте, вопрос, знают ли плевелы, что они плевелы, осознанно ли они разрушают движение Бога? Сразу скажу, да. Плевелы знают, что они плевелы, и в этом и есть вся суть осуждения Бога этих людей, потому что он фарисеям сказал, вы, вы знаете, то есть поймите, он говорит, смотрите, что Иисус сказал плевелам фарисеям, он сказал, вы имеете ключи, то есть они знают, они, поймите, Иисуса убили, не потому что они думали, что этот парень заблудился, они его убили, зная, что он мессия, они его убили, точно зная, что этот человек угрожает их существованию, поэтому, отвечая просто, не хочу вдаваться в эту тему долго, потому что Библия, через всю Библию, да, они называются в Новом Завете сыны противления, плевелы, люди, которые не приняли Христа, люди, которые своими делами отрекаются, да, как бы, то есть в Ветхом Завете это Бог говорил, твой семя Люциф, семя Сатаны будет сражаться против, это абсолютно, это глубочайшая тема, в которую сейчас абсолютно нет времени идти, но я скажу, плевелы знают, и поэтому плевелы осуждены, потому что они знают, что это сила Бога, вот что значит хула, хула, которая не прощается, это знание того, что это Дух Святой, и ты говоришь, это дьявол, когда ты не знаешь, что это проявление Духа Святого, на тебе есть благодать, Бог прощает тебя, но когда люди знают, что это слава, это чудеса, это трансформация, это реальные люди, покаяние, это крещение Святым Духом, это движение славы Бога, и они из зависти, из ненависти к тебе, ко мне, к нам, да, к детям Бога, к людям, которые двигаются в славе и свободе, они говорят вот эти вещи, они проклинают, называют это движением дьявола, я скажу, что это уже граничит с тем, что ты знаешь, что ты проклинаешь, и ты, скорее всего, подпадаешь под очень тяжелое осуждение Святого Духа, окей? Привет, пастор, красивый цвет, цвет чего? Цвет майки, цвет стены, ну, я так понял, наверное, цвет, наверное, моей спортивной футболки, да? Хорошо, двигаемся дальше. Здравствуйте, Андрей, выглядели разбор книги Еноха, я пока туда не иду, потому что мне пока не разрешено на данный момент Богом идти туда, потому что, опять, прослушайте тему Звук Царства, послушайте последние мои две темы на этой конференции, там я иду в очень-очень глубокие вещи, если кто-то... Дорогие, я открываю тайну, которую Иисус мне открыл в 93-м году, поэтому именно там, в Риге, Бог мне сказал, сынок, я разрешаю тебе, я даю тебе разрешение рассказать о звуке, рассказать о моем дыхании, рассказать о моем движении, и вот там я чуть-чуть делюсь секретом о Боге и о творении Вселенной, поэтому прослушайте разбор книги Еноха, я не знаю, я так скажу, у меня очень много материала, да, и я очень аккуратен, что я выдаю и в какое время выдаю, мне нужно все дозировать, и некоторые откровения нужно прокачивать несколько раз, чтобы они легли на правильную почву и дали определенный плод. Если умирает ребенок маленький, куда он попадает, если он не крещеный? То есть, нет, здесь, поймите, дорогие мои, у Бога дети, сколько я слышал свидетельств об Аде, единственное, в чем эти свидетельства все сходятся. Каждое свидетельство об Аде, люди, которые были в Аде, они свидетельствовали такую вещь, они были в разных частях, определенных частях Ада, но единственная вещь, на которой они сходятся все, что нет младенцев и детей до подростков, тинейджеров, они говорят, до тинейджеров возраста, говорят, в Аду нет. Поэтому, опять же говорю, дорогие, мы сейчас говорим о топике, который в Библии не освящен, поэтому поймите меня правильно, я могу быть неправ, но я знаю одно, что когда маленький ребенок еще находится под покровом родителей, он абсолютно покрывается святостью и хождением с Богом родителей. Также абортированные дети, все принадлежат Богу. Все дети, у которых не было еще, их разум еще не дозрел, чтобы принимать решения и различать, помните, Библия говорит, научились различать белое от черного, да и нет, то есть вот этот момент, и когда созревает сердце, это, скорее всего, один Дух Святой знает, поэтому нам нужно быть мудрыми, но я абсолютно, абсолютно не верю, что дети попадают в ад, дети, которые, у них не было даже шанса поговорить с Богом или даже отличить зло от добра, поэтому это мое очень серьезное убеждение. Естественно, я не могу накопать в Библии этих мест, но я в этом, как человек, человек, логически общаясь с Богом, который есть любовь, уверен в этом, да, что дети в ад не идут, особенно, когда они еще в подростковом возрасте. Привет всем, ребята! Если я по призванию учитель, значит ли, что я должен заниматься только этим или могу параллельно заниматься и бизнесом? Опять же говорю, ребят, что человек такое существо, что он не может заниматься двумя вещами качественно. Хуже того, тремя вещами. Поэтому я так скажу, если ты будешь учитель-бизнесмен, скорее всего, какая-то часть будет доминировать и какая-то часть будет страдать. То есть я видел пасторов-бизнесменов, я видел политиков-бизнесменов, я видел пасторов-политиков-бизнесменов, то есть я видел разную комбинацию. И я скажу вот одно. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо, или надо, не надо. Я не судья вообще вам говорить, что делать. Это ваше сердце, ваше отношение с Богом. Мое убеждение такое, если я учитель, то это единственное то, чему я посвящаюсь. И я так скажу, я даже стал иметь известность и власть и авторитет, то есть Бог дал мне платформу, именно потому, что я вычистил все платформы, и я занимаюсь одной единственной вещью. И вот вы сейчас с этой функцией прямо сейчас и сталкиваетесь. Я учитель в теле Христа. И иногда Бог ведет меня немножко в пророчество, но никогда эта река не останавливается. Есть оттоки от реки, но река как учитель, как человек, который открывает слово откровения, то есть я этим живу, я этим являюсь, я этим уже не занимаюсь. Поймите, есть люди, которые занимаются учением. Я этим не занимаюсь, я этим стал. Я в это превратился, преобразился. То есть меня без этого нет, и этого без меня тоже нет. То есть мы как одно целое, и вот я благодарен Богу за эту трансформацию, да. Поэтому сразу скажу, вы можете параллельно заниматься, но что-то будет страдать, а что-то будет иметь успех. Потому что человек такое существо, что его сознание может качественно влагаться, думать, продумывать, инвестировать, заботиться качественно только об одном. Я так скажу, я знаю, есть пастора-бизнесмены, но я объясню сейчас вот как. Т.Д. Джейкс – это пастор-бизнесмен, но он никогда не занимается собственными вкладами. У него есть несколько менеджеров, которые работают один недвижимостью, другой работает там переправкой товаров. То есть, но все, что он сделал, например, Т.Д. Джейкс, да, я как бы слушал его интервью, и он там очень красиво объяснил насчет того, что он бизнесмен, и у него основной приток денег – это из его бизнесов. Но он говорит, я пастор, и той частью бизнеса вообще не занимаюсь. Есть люди, которые поставлены на зарплате, которые приходят, дают ему отчет, и он только видит плюсы-минусы, вклады, то есть стоят мудрые люди, которые этим занимаются. Вот таким пастором-бизнесменом или учителем-бизнесменом, я думаю, можно быть успешным, потому что ты не занимаешься другой частью, ты сосредоточен на учении. Поэтому вот это мой ответ насчет бизнеса и служения. «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если муж изменил жене, спустя время подал сам на развод, их развили, жена простила, но через какое-то время муж снова согласился жить вместе ради дочери, брак ли это?» Я так скажу, дорогие, если люди согласны жить вместе, поймите, Бог прощает. Я понимаю, мы живем в гадком мире, где мы совершаем гадкие поступки иногда, и я понимаю, там падают и женщины, и мужчины в прелюбодеянии, да, то есть это измена супругу. Я так скажу, что через какое-то время муж снова согласился жить вместе. Я понимаю, если он согласился жить вместе и заключил опять завет, дайте ему этот шанс. Поймите, дорогие, мы те, которые должны любить, прощать и давать шансы. Поэтому я так считаю, что если он это делает ради дочки, Бог мой, это серьезно, это мужчина, который достоин уважения. Потому что чаще всего мужики просто посмотрите, как себя ведут, особенно славянские мужики, Бог мой, ну это позорище, родные. Ну мне так жаль наших женщин. Они бы хотели стоять за сильным мужчиной, а это просто какой-то кобель, да, который просто бегает от одной юбки к другой. Поэтому я скажу, что будьте очень мудры. Если такой мужчина хочет вернуться, хочет попросить прощения, хочет быть вместе, но опять вы должны сойтись как пара опять. Я имею в виду не просто сойтись, лезь бы жить. У вас должен быть четкий завет или какие-то четкие правила, да, как вы живете. Но я считаю, шанс нужно дать, особенно если он хочет воспитывать дочь. Нет ничего хуже, чем ребенок, воспитанный одним родителем. Я воспитан одним родителем, дорогие, поймите, это боль, это жесть, это капец. Я освобождался от многих вещей, мне нужно было прощать много и папу, и маму, и там. То есть поймите, когда одна мама воспитывает, на нее ложится бремя. И получается, что она не может быть качественной ни мамой, ни папой. Поэтому когда матери несут на себе вот это бремя, чаще всего это реальная боль. Поэтому если мужчина хочет вернуться или восстановить брак ради семьи, дайте ему этот шанс. Здравствуйте, пасторный. Как вы относитесь к служению Кеннета Ховенда? Я так понимаю, Кеннет Ховен, если не ошибаюсь, это тот, который человек говорит насчет создания. То есть он разрушает теорию эволюции, если я не ошибаюсь. По-моему, да. Мне он очень нравится, у меня есть серия его учений, да, как бы о создании там земли и так далее. Я считаю, что это очень интересный, адекватный человек. Но опять, я не знаю, что сейчас. Это я говорю на основании моего десятилетнего назад опыта, который я смотрел эти его еще тогдашние девятишки, да. Отношусь очень-очень неплохо и позитивно. Как вы относитесь к новому веянию, о новых энергиях, которые идут на планету, о трансмутации, бла-бла, ребят, все это фигня. Пожалуйста, не забивайте свою голову этой чушью. Это вот это вот дьявол, вот ему надо очередную теорию выдвинуть, чтобы вы опять занимались вот этой хренью и не молились, не читали слова и не строили царство Бога на этой земле. Поэтому я так скажу, я никак к этому не относусь, я первый раз это слышу, я вообще не выхожу на эти сайты, я не слушаю это. Мой Бог, он царь царей, мой отец сильнее всех, ничего не мутирует и не изменится, если он не допустит. И я верю, что невеста в конце концов победит и дьявол будет разрушен. Поэтому вот это моя теория и вот это мои новости, да, которые я читаю каждый день из слова Бога. Пожалуйста, не забивайте голову этой, извиняюсь, фигней. Окей? Двигаемся дальше. Пастор, здравствуйте, благодарю Бога за вас. Мы были на конференции, я получаю подтверждение от Бога, сказанное мне Богом 10 лет назад, да было святого Господь, любим вас, взаимно, дорогие, рады, рады послужить. Шалом, родные, любим, благодарим, пастор, за тему звук царства. Да, обязательно прослушайте, это очень-очень уникальная тема. Я верю, что она рванет интернет, я верю, что если к ней подойти очень серьезно и духовно, это очень уникальное откровение, которое Иисус мне показал. Постанавливаясь, считается ли грехом мастурбация, если я не женат и у меня нет девушки? Ребят, смотрите, давайте я вам объясню, что такое мастурбация. Сам по себе акт мастурбации ничего в себе не несет плохого. Человек решает разрядиться, разгрузиться, да, но смотрите, вот где грех. Почему мастурбация является грехом и почему твоя душа страдает после того, как ты сделал этот грех? Потому что ты не можешь мастурбировать, не представляя картины. А когда ты представляешь картины, Библия говорит, что вот эти картины и являются грехом. То есть прелюбодеяние блуда не есть сам акт, а то, что ты с вожделением, с похотью смотришь на мужчину или на женщину, неважно, это женщина, это мужчина, это неважно. Само действие мастурбации, например, муж и жена, они могут друг друга наслаждать, друг друга хоть до потери сознания в кровати. Это не считается грехом, потому что в этот момент, когда они занимаются половым актом и какими-то моментами развлечения друг друга, в этот момент они только представляют друг друга, мечтают друг о друге, любят друг друга, занимаются сексуальным интимным актом вместе. В этом случае это все на ваше рассмотрение, на ваше воспитание, так скажу, да, как бы это уже отдельная тема. Но я скажу, почему это считается грехом, дорогие. Я так скажу, что если вы дошли до того, что у вас уже вы не можете контролировать, Библия говорит, чтобы не разжигаться, пожалуйста, женитесь, да. И если у вас уже действительно вы в возрасте, пожалуйста, найдите девушку, найдите женщину, обвенчайтесь и наслаждайтесь сексуальной жизнью, которую Иисус подарил. Второй момент. Иисус не будет забирать у тебя похоть. Знаете, как люди говорят, вот я хочу, чтобы Бог похоть забрал. Бог не может забрать похоть, потому что похоть – это подарок Бога, похоть в кавычках, скажем так, да, это подарок Бога человечеству, это наша физиология, мы созданы Богом. Бог – автор секса, Он – автор желаний. Потому что если это желание к своей жене, это наслаждение. Если это желание к другому человеку, который не является твоей частью, и ты не сочитан с ним, не в завете с ним, вот почему это считается грехом. И Библия, именно Иисус говорит, тот, кто уже думает, да, с вожделением, желает, представляет, вот это и есть грех. А мастурбация – это всего лишь, как вам сказать, как факт, который уже совершенный после совершенного греха в сознании. Поэтому я считаю, Библия говорит, чтобы не разжигаться, пожалуйста, женитесь. Зачем вы себя обрекаете? Некоторые люди говорят, ой, это не грех. А почему ты себя так плохо чувствуешь после того, как ты позанимался, например, анонизмом или мастурбацией, да, почему твоя душа страдает? Почему тебе больно? Объясни мне, почему Дух Святой внутри тебя, не только твоя душа, но и Дух Святой внутри тебя скорбит после этого акта? Объясни мне. Если объяснишь на этот акт, тогда и разберешься, грех это или нет. Двигаемся дальше. Пастор Андрей, как реагировать на сына 14 лет, приходит поздно домой? Будьте очень мудры, потому что этот возраст, это там, где вы можете или завоевать сердце ребенка, или сломать. Станьте ему другом. Что, поймите, я говорю из личного опыта, уже являюсь не только папой, уже дедушкой, да. То есть, и я понимаю, что вот этот возраст, и мои дети проходили вот этот возраст, каждый из них, и я помню этот момент. Маленький совет, такой отцовский совет, да, для людей, которые, может быть, в этом состоянии еще не были. Пожалуйста, посадите его. Он знает, что он пришел поздно. Я тоже говорю, сыночек, ну ты же знаешь, что у нас с тобой вот было время, и ты должен прийти. Или дочка, то же самое. Ты приходил поздно. Я говорю, хорошо, если ты пришел поздно, давай, то есть, поймите, здесь нельзя эмоции. Сейчас он из ребенка превращается в мужчину. Вот этот возраст, где 14, 15, 16, он превращается в мужчину. Вы должны дать этому процессу время. Запретить вы не можете, потому что вы еще хуже сделаете. Я видел родителей, которые вообще уничтожали детей, они вообще с дома сбегали, потом возвращались в наркотика, в грязи, капец. Поэтому здесь, что я делал, мой совет вот такой, что я лично делал. Потому что дети все одинаковые, через их голову вся эта фигня мирская проходит одинаково. Они созревают, половое созревание начинается в это время, начинаются мысли, желания, которые они не знают, как с этими желаниями совладеть. Я садил своего ребенка и дочку, сына, и вот я дождался, вот было время, вы должны прийти в 9, они пришли в 10, в пол 11. Я сажу и жду, конечно, естественно, как отец, жду. Заходит сынок, я говорю, ну садись. Я говорю, ты знаешь, что нельзя. Ну ты, папа, понимаешь, ну так было. Я говорю, ну расскажи, чем ты занимаешься. Ну расскажи мне. Ну если так вот ты нарушил наши правила, расскажи хоть чем ты занимался. То есть, что я сделал? Я без напряга, без давления вошел к нему в доверие. То есть, и всякий раз, я говорю, сынок, ну если вдруг что-то вот такое происходит, ну ты кстани мне, сынуля. То есть, и я подошел к его сердцу, любя, и я его расположил. И всякий раз, когда он даже опаздывал, он всегда мне текстанул, или когда опоздал и не текстанул, да, например, смс-ку не прислал мне, он заходит и сразу, пап, слушай, прости, пап. То есть, он меня считает другом, а не родителем. То есть, вот в этом возрасте, поймите, дорогие, ваши дети, они уже не ваши подчиненные. Они переходят в позицию друзей, да. И сейчас в этом возрасте, до 14 лет, вы все, что вложить, вы уже вложили, поверьте, знаю из опыта. Сейчас вы будете пожинать то, что вы вложили. И поэтому, раз происходят такие вещи, коммуникация, дружба, помогите ему открыться. Сынок, ну если ты начал встречаться с девушкой, откройся мне. То есть, я его расположил, я не пугал его. Что ты делаешь? И мы что делаем? Мы убиваем. Он закрывается, он начинает жить тайной двойной жизнью. Ты не открыл ребенка, ты закрыл ребенка, ты убил его. То есть, и теперь ты пытаешься его придавить, когда ему было 8, 7, 6 лет, а он уже вырастает в мужчину. И поэтому, что вы делаете? Вы ломаете его, и хуже того, если вы его сломали, это одно, а если вдруг вы не сломали, а вдруг у него характер, да, то вы приобрели очень серьезную, как я так скажу, даже проблему в своей семье. Поэтому вот это мой совет. Если не можете управить, подойдите в позицию дружбы, пусть он расскажет. Если опаздываешь, пожалуйста, ты к стани, смс-ку пришли, расскажи мне. И я, естественно, молился за них, я никуда от этого не делаюсь. Кристина, привет. Welcome back. Glad to be back. Благословение. И что делать, если муж токсичный человек в тему вчерашней мамыки? Токсичный человек. Ну, найдите к нему подход. Не раздражайте его. Если вы живете с токсином дома, то есть помогите ему понять, что, во-первых, что это проблема, которая разрушает не только его, но и вас. Второй момент. Найдите момент, где вы не переступаете какие-то вещи и не раздражаете, и не вынуждаете этого токсичного человека выливать все на это на вас, да. То есть, наоборот, то, что вы уже знаете, это уже делает вам некую охрану и дает вам некоторую мудрость, как общаться с этим человеком, да. И в то же самое время молитесь, помогите ему увидеть его токсичность, узнайте почему. Мы на энкаунтере, в основном на энкаунтер приезжают люди, они все токсичные. В основном, основная часть людей приезжает, проходящие энкаунтер, служение, соза, неважно. Они все токсичные, они больные, они разрушены. Поэтому будьте мудрой женой в этом случае и подойдите к этому просто с пониманием, без эмоций, не вовлекайтесь в его вот этот мир, вот этот токсичный мир, в котором он всем роли раздал. И помогите человеку исцелиться, да. Лучше всего это энкаунтер, служение соза, служение какое-то освобождение, душевного исцеления, потому что токсичность невозможно там закричать или там зазапрещать. Вы только хуже сделаете. Токсичность нужно исцелить, окей? Помочь человеку освободиться от этого. Ведь она разрушает его тоже, окей? То есть ему от этого нехорошо. Пастор, как правильно крестить ребенка? Я считаю, что крестить ребенка вообще не надо. То есть Библия вообще нигде. Нигде. То есть это в православии, там, да, там католицизм, там другие есть вероисповедания, да, которые там брызгают, крестят, там крестик крешит, ты покрещенный. Я понимаю, это можно считать посвящением ребенка. Я не против православного крещения, поймите. Это даже классно, что ребеночка там, знаете, побрызнули, окунули там водичкой, там крестик дали. Я считаю, что это классное посвящение. Но в реальности мы не крестим ребенка. Ребенок вырастает, и он делает свое собственное решение принять Иисуса Христа в свое сердце. Поэтому мы не крестим. Мы учим, молимся и подводим его к познанию Иисуса Христа и к рождению свыше. И он делает свое решение сам. И об этом учит Библия. Окей? Вот это мой ответ. Может ли рожденный свыше человек быть одержимым? Абсолютно. Потому что человек троичная сущность. И, например, я работая в служении освобождения вместе с нашей большой командой, локальной, у нас огромная команда в церкви Завета, интернациональная, глобальная. То есть человек троичен. Демоны никогда не могут занять дух человека. Это то, что рождается свыше, поймите. Но бесы, как паразиты, могут жить запросто в твоей душе, в твоих эмоциях, чувствах. То есть вот в твоем, да? В твоей душе. И они могут присоединяться к частям тела. То есть это уже говорится о болезнях, о каких-то рак, например. Это демон, который живет, который должен быть уничтожен и выгнан. То есть, например. Поэтому я видел массы людей, которые рожденные свыше, молятся на языках. Но поймите правильно, что демоны не могут занять сферу духа. Это принадлежит Богу. Это сфера Божья. Например, ты скажешь, как это доказать? Если вас когда-то мучили демоны ночью, например, слушающие меня. У меня это было просто нереально. Как это? Демоны мучили меня ночью. Они издевались над моей душой. И они издевались над моим телом. Но единственную вещь, которую демоны не могли контролировать, даже будучи, когда я еще был совсем подростком, они не могли контролировать мой дух. Мой дух начинал молиться. Душа мучилась. Тело связанное. Вы знаете, как демоны приходят. Плита ложится. Ужас начинается. И ты видишь эти мохнатые рожи. Ты прям чувствуешь, начинаешь на себе эти проявления демонические. То есть, вот это давление демонического, этого духа. Но он не может коснуться твоего духа. Так я лично на себе пережил еще, будучи совсем ребенком, подростком, что дьявол может абсолютно владеть моей душой и владеть моим физическим телом. Но он никогда не может коснуться моего духа. Мой дух начинал молиться. И вы все сами знаете. Начинаешь молиться. Простой молитвой. Там, отче нашли, Иисус, помоги. И моментально эта вещь тебя покидает. Единственное, что дьявол не может связать, это твой дух. Поэтому человек, рожденный свыше, абсолютно может быть одержим бесами и даже целым легионом. Демонов нет проблем селиться в личность, у которой открытые двери. Даже которой рожденный свыше. Этот человек, рожденный свыше, он спасен. Поймите, даже одержимые люди спасены. Почему нам нужно освобождение от одержимости или демонизации? Правильный термин будет, да? Демонизации. Только потому, что ты не можешь жить хорошо, успешно и благословенно на этой земле. Ты под постоянной мукой, под постоянным кошмаром. И еще надо посмотреть, чем человек одержим или демонизирован, да? Поэтому мой ответ – да. Я этого видел массы, массы и массы раз. Окей? Едем дальше. Здравствуйте. Никак не могу понять тему десятины. Тяжело ее отдавать. Если Дух Святой вам не открыл, скорее всего, будете мучиться. Поэтому я так скажу, мне Дух Святой открыл. В определенный момент мы с женой подошли к этому вопросу. Мы замучились от проклятия. Мы замучились от постоянных пожирающих, от этих дыр. И я просто Богу сказал, отец, пожалуйста, ну что мне делать? И хочешь, не хочешь, на меня просто Библия начала кричать, накрикивать на меня вот эти места. Как только не открою, а жертве. Как только не открою, а отдай. То есть оно начало на меня прыгать. И я начал Богу задавать. Поверьте, я такой самый человек, который не хочу деньги отдавать никому. Поймите, я такой самый. Но я понял, что это не просто, я что-то там отрываю. Я понял, что десятина – это вообще не мое. То есть мне Бог сказал, это мое. Это то, что принадлежит моему храму. Это то, что принадлежит то, куда я тебе скажу вложить. Или твоей поместной церкви, как правило, ваши десятины должны принадлежать вашей поместной церкви. Поэтому, и когда для меня это откровение пришло, мне никто, ни один пастор не доказывает. Я еще тогда пастором не был. Мне никто не должен был доказывать. Я к этому откровению вырос. И я не просто, дорогие поймите, я не просто отдаю мучаясь. Я с радостью отдаю. Я как только приходят деньги, я моментально отдаю. Они еще не пришли ко мне. Я беру вот эту десятую часть, еще деньги в пути. Я уже беру часть, которую я должен отдать. И я уже, я говорю, отец, я так люблю тебя, я отдаю раньше времени. То есть для меня это радость, для меня это не просто жертва. Для меня это наслаждение. Поэтому я не могу кого-то заставить. Потому что сам пройдя через личное откровение Бога мне и моей жене на счет десятины. И сейчас я точно знаю, что охрана, благословение, пожирающему рот закрыт. То есть здоровье, мудрость, адекватность, все приходит не только из-за того, что мы там молимся, но часть этого именно в даяниях, да, в даяниях. И сами скажите, почему нам молиться не тяжело, а деньги отдать тяжело? Значит, там что-то есть. И поэтому, я так скажу, нужно справиться с вот этой любовью к деньгам тоже. Нужно быть очень мудрым, потому что деньги могут стать Богом. Поэтому отдавайте, я так скажу, десятина. Это вообще не наше. Это принадлежит ему. Так, времени немного. Я сейчас просто выборочно буду, родные, брать вопросы. Интересные только вопросы, да? Как мать, как я должна относиться к сыну, когда он противится истине, реально грешит? Например, слушает мирскую музыку, как мне себя вести? Дорогие, вот опять же говорю, будьте очень мудрыми здесь. Вы не можете запретить ему. Вы только можете просто сказать ему, сыночек, ну ты же понимаешь, что ты слушаешь, тебя создаёт. Поймите, не ваше дело заставить его, ваше дело сказать истину. Когда вы сказали истину, теперь в его сознании будет вот эта музыка играть, а в другом, а в другой части сознания будет ваше доброе с любовью слово об истине. И тем, что эта музыка не созидает. Эта музыка, она расшатывает твою душу, и она ведёт тебя не туда. Поэтому опять же говорю, мы говорим сейчас, скорее всего, о тинейджерах, которые там уже начинают вырастать, им нравится вот это, они хотят вот это. Опять, дружите с ними, объясните им. Но ты не можешь заставить его. Я своих детей не мог заставить ничему. Всё, что я мог. Вот он сидит, и я ему, любя, подружески вкладываю истину. И истина сопровождает его, даже если меня рядом с ним нет. Поэтому дайте истину, любите, молитесь, но вы не можете заставить, потому что это уже колдовство. Потому что у человека есть своя воля выбора, и даже если он хочет эту музыку слушать, позвольте ему её слушать. Едем дальше. Ребят, только, извините, если некоторые вопросы пропускают, только те вопросы, которые более-менее могу дать адекватный ответ вовремя. Да, вот тут насчёт десятины, да, я уже ответил. Не отдавайте, если вам это не открыто. Это мука, Бог не мучает никого. Если вам не открыта тема десятины, не вздумайте напрягаться, там, ты должен. Да и ничего никому не должен. Я помню, я в это, я не давал десятину и не чувствовал даже меня ни в совесть, ничего. Я абсолютно думаю, да что мне давать? Богу что, у него денег нет, что ли? Но потом, когда Бог открыл, он говорит, да мне твои деньги не нужны. Это я делаю для тебя. И когда ты соблюдаешь принципы царства, законы, законы царства начинают работать на тебя. Поэтому десятина должна быть открыта тебе самим Богом. Куда отдавать десятину, если не принадлежишь никакой общине? Многие люди, если вы, например, питаетесь от центра, жертвуйте в центр. Если вы питаетесь от служения бенихина, жертвуйте их служение бенихина. Если вы питаетесь от служения какого-то, то есть посмотрите, откуда вы питаетесь, туда и жертвуйте. Я, например, когда питался, сразу скажу, от некоторых, то есть когда я не принадлежал никакой общине, еще до того, как была церковь, я питался от пяти источников. И я мою десятину с женой, мы просто, я разделял там, поскольку там, по 30, по 20 баксов, по 15, я не помню, сколько я тогда получал, больше зарплаты. Я делил на пять служений, вкладывал в конвертики и отсылал, да, то есть мою десятину тем, от кого я питался. Вот это было. Пастор очень агрессивно воспринял замечание насчет сетевого маркетинга, говорит, мне спроси у Шаповалова, если он такой умный, то зачем он ремонтировал и перепродавал машины, когда уже был пастором. Ребята, при чем здесь купил машину, подчинил и продал? Мне нужно было заплатить за мой дом, потому что, будучи пастором, зарплаты не было, и мне нужно было просто выживать. То есть это был момент выживания. Сетевой маркетинг, это куда ты вовлекаешь свое сердце. Поверьте, я сердце в железке не в это. Я просто купил машину, заменил крыло и скинул ее другому человеку за две штуки больше. То есть вот это и все. Это было в определенное время. Это ни в коем случае не конфликтовало с моим служением. И как только я с радостью вышвырнул эти железки, когда церковь смогла суппортировать мое служение. Поэтому, если я такой умный, я и отвечаю. Следите за вашим сердцем. Поэтому я так скажу, что если пастор занимается сетевым маркетингом, скорее всего, ты распространяешь не Евангелие, а подписываешь людей под себя и под свою пирамиду. А вот это уже нужно беречься, потому что ты строишь сейчас свое царство, а не царство Бога. Поэтому вот это мой ответ. Класс. Обалдеть. Привет, пастор. Вы были вместе, поклоняя этого, 4 на 7 Айхоп. Нет, Айхоп очень часто приезжал ко мне. В виде Кори Рассела и других служителей, которые являются частью Айхопа. То есть, нет, дорогие. Эти служения все рядышком здесь. Но у меня есть мое служение. Конечно, я не против. Я бы с удовольствием поехал, если бы у меня было времени. Но извините, у меня время. Бог мой. У меня только час появляется. И на этот час уже 3 человека в очереди стоят. Поэтому хорошее дело. Но я там не был. Айхоп ко мне приезжал. Потом. Андрей Борис Лавинтия. Спасибо, родные. Привет, пастор. Привет, пастор. Как холерику не спутать, Бог открывает служение или человек? Когда, например, смотри, я сам холерик и очень часто страдал от этого. Потому что, когда к холерику приходит какая-то мысль, все его существо холерическое говорит, что это Бог открыл. И я помню, ко мне пришла какая-то мысля. Слава Господу за мою жену. И это такая классная. Она говорит, иди, говорит, голову опусти в холодную воду и подожди неделю. И ты знаешь, что я делал? Я вот начал слушать мою жену. То есть, для холерика самое страшное это делать в тот момент, когда в твою холерическую голову, вот в эту каску, попали идеи. И поэтому я так скажу, что я начал делать по совету моей мудрой жены. Я начал выдерживать время. Потому что, если это холерик, если это мои мысли, они через неделю, я даже уже и не вспоминал. О, да-да, была какая-то грандиозная мысля изменить вселенную. Но я о ней забыл через неделю. Разве это может быть Бог? Но если это Бог, мысль не покидает, а только нарастает. И поэтому, дорогие, что я как человек, который подвержен таким резким движениям, резким решениям, резким моментам, я как холерик всегда откладываю. То есть, для других людей нет. Например, меланхолики, флигматы, у них совсем другая тема. То есть, это не моя. Им наоборот нужно себя раскачивать, поднимать. Я сегодня сделаю это. То есть, а у холерика такой, господи, я все сделаю для тебя. То есть, здесь наоборот нужна мудрость другая. И вот эта мудрость была для меня, как для холерика, в том, чтобы отложить и подождать. Если эта вещь продолжает нарастать, стучать и говорить ко мне через неделю, две, месяц, я точно знаю, что это не моя холерическая тема, потому что, Бог может, за неделю у меня в голове уже на место этой идеи уже три другие сменились. Поэтому, для холерика, выдержка, время, не спешить. Самое страшное для холерика, это ждать. Нет ничего, это ад. Я помню, для меня, для холерика, это был просто ад подождать неделю. Я мучаю, я в муках, в вагоне. Господи, помоги, я не могу, я должен это сделать. То есть, мне нужно было связать, знаете, и привязать где-то к стулу и просто говорить, молчи, не иди никуда. То есть, вот это была моя проблема, да. Но сейчас пришла мудрость в виде жены, и она просто меня, знаешь, как говорит, так, иди, говорит, это, прими душ и успокойся. И чаще всего это работало. Как быть, когда постоянно долги? Ну, ребят, опять же говорю, в моей теме, да, как бы, советы успешного человека, рубрика, да, новая, мы будем ее продолжать. Я так скажу, долги – это проклятие. То есть, долги – это мука. То есть, все, что предоставляет тебе мучение, бессонная ночь, кто-то ждет или охотится за тобой, чтобы ты вернул долг, я не считаю это благословением. Убейте меня. Но я считаю, мое личное мнение, долги – это проклятие. То есть, я считаю, что если можно взять ипотеку только на то, что твое, и если ты прямо сейчас продашь, ты или вернешь все деньги, или даже наваришься. То есть, вот это, я считаю, более инвестиция, да. Как быть, когда постоянно долги? Во-первых, нужно, первое, перестать брать долги. Самое первое – это мы делаем. Перестать брать долг. Выплатите. Сделайте все возможное. То есть, брось сейчас все силы, все мысли, все, чтобы расплатиться с долгами. И второй момент – никогда, никогда не покупать то, чего ты не можешь. Потому что, дорогие, поймите, мы же можем жить намного проще, чем мы хотим. Мы можем купить подержанную вещь, мы можем купить попроще телефон, мы можем купить немножко попроще одежду, мы можем купить попроще машину или вообще обойтись без машины. Мы живем в прогрессивном мире. Но нет, наш статус, наши похоти, наши желания, давление друзей, имидж общества давит на нас. И теперь мы сидим, извиняюсь, ну, я не буду говорить, знаете где, и в долгах, да? И теперь вот это вот, и теперь я, и что теперь? Теперь, да, у меня телефон, но он не мой. Машина – не моя. Квартира – не моя. Одежда – тоже не моя. Ты весь в долг. То есть, я считаю, что это проклятие. Не брать долги, выплатить и рассчитывать только на то, что вы имеете. И потом вы начнете, откладываете 10-15% каждый месяц от вашего прихода. Опять же, может быть, в других передачах, да, как бы об успехе, о жизни, мы об этом поговорим, но не сейчас. Сейчас очень простенько и конкретно. Оставьте, выплатите долги и не власти в них. Просто убейся, просто не лезь в эти долги и все. Просто вспомните, как было в Советском Союзе. Я из Советского Союза сразу говорю, да, что еще тогда совка. У нас не было никаких ипотек. И мне так это нравилось. Ну, реально, все динозавры, которые со мной здесь сидят, которым за 45, вы помните это время. То есть, никаких ипотек. Но если купил костюм, он твой. Купил кроссовки, они твои. Если ты даже и занял деньги, то ты занял у бабушки, ты занял у твоего соседа. Это не ипотека. То есть, он тебе дал, ты ему здесь же отдал. То есть, нет никаких процентов, никаких судов, никаких преследующих тебя по закону. Людей, охотящихся за тобой, чтобы тебя где-то прикончить, если еще какую сумму взял. Поэтому, дорогие, поймите, мне так нравилось вот то время. И я, когда приехал сюда, я, опять же говорю, я совершил свои ошибки. И я вылез из этого и больше никогда не сделаю. Моих детей я никогда не подвергну. То есть, моим детям я учу их именно вот так. Я говорю, пусть будет проще машина, или ее не будет, или проще одежда. Но это твое. Это все, что ты, оно твое. То есть, ты не мучаешься и не, то есть, теряешь сон, да. Вот так вот. Так, у нас еще немножко есть время, да. Привет, Сташкента, привет. Так, дальше, дальше, дальше. Где жить? Это к папе вопрос. Я беру. Так, дальше, дальше. Здравствуйте, дорогой Андрей Джан. Вас очень люблю и вашу команду. Можно ли молиться на иных языках в стиле хип-хоп или петь для записи общего прослушивания? Ну, это ваше дело. Ну, в принципе, как бы, ну, молитва на иных языках, Библия говорит, что это для тебя, для твоего духа, да. Или, если это для общего тела, то должен быть истолкователь. Если вы просто лепечете, ну, я знаю, много таких рэперов есть, которые там занимаются этими приколами. Я в этом ничего плохого не вижу, но я в этом не вижу никакого толка и никакого смысла. То есть, обычно, когда я молюсь на языках, вот если я сейчас буду молиться на языках, вот здесь, ну, как говориться вам на языках, Ну, разве вы что-то получите? Во-первых, я трачу ваше время, трачу свое, зачем оно вообще надо в эфире? То есть, я молюсь много на языках, поверьте, это не шутка, очень много. Но этого никто не видит, это тайная комната для назидания и зрелости моего духа. Вы это можете делать, но я считаю, что оно или не будет назидать, или будет назидать очень мало. Шалом, шалом, привет из Риги, привет, дорогие. Спасибо, пастор, пожалуйста. Казахстан, привет. Пастор, я занимаюсь реабилитацией нарко-алкозависимых. Это работа с людьми, которые меня окружают 24 часа в сутки. Как не стать таким, как они, чтобы они меня не заквасили? Ребят, во-первых, во-первых, в это служение вы не можете заходить, не будучи полностью освобожденным и утвержденным. Я видел людей, которые открывали, знаю людей, которые открывали репцентр, падали назад в алкоголь и наркотики, и потом возвращались, проходили свой репцентр, который они открыли. Я считаю, что вы не можете держать или открывать репцентр, если вы не доминируете и не имеете успеха и победы, абсолютной, тотальной победы в том, в чем служите и занимаетесь. Поэтому, дорогие, пожалуйста, будьте очень мудрыми, не браться за те вещи, в которых вы чувствуете похоть или влечение куда-то. Поэтому, или поставь, я так скажу, я понимаю, ты скажешь, ну нет возможности, нет никого, нужно кому-то делать, я один. Тогда поставьте межи, будьте окружены командой, не оставайтесь один. То есть, сделайте все возможное, чтобы быть видимым, прозрачным, окруженным и слышимым. То есть, если вы сможете вот это сделать, то, скорее всего, вы подрастете в тот момент. Я понимаю, многие люди незрелые прыгают в служение, потому что нет выхода, других людей нет. Я сам знаю, сам незрелым прыгнул. Ну, у меня как бы с этим проблем не было, у меня другие проблемы были, да. У меня там мания величия была там и так далее. У меня другие, похлеще вещи были, чем алкоголь, да. Но я так скажу, что будьте очень аккуратны, не открывать то, в чем вы не победили. То есть, я считаю, что это даже опасно, быть окруженным людьми, которые тебя, тебя же могут свести в твои же проблемы. Поэтому, мудрости вам, да, и благословения, да. Окей, у нас осталось буквально парочку минут. Последний, последний вопросик. Спасибо, родные, много. Как правильно ставить знамение Богу и как понять, что ответ от Бога, а не случайность? Вот это будет мой последний вопрос, скорее всего, да. Хорошо, родные, очень просто. Вы ставите знамение, которое не может сбыться ни при каких других условиях. Смотрите, какие знамения Библия нам говорит. Вот, например, Гидеун. Он говорит, Господь, если это ты, то, пожалуйста, пусть вся трава утром, когда я проснусь, будет мокрая, а вот кусок кожи, да, вот лежит кусок кожи, он будет абсолютно сухой. То есть, и наоборот, он увидел, да, сухая кожа, абсолютно трава мокрая. Может быть, какое-то погодное условие. Он говорит, хорошо, Господь, наоборот, пусть все будет сухое, и только кожа будет мокрая. То есть, вы ставите знамение, которое абсолютно невозможно совершить без вмешательства Бога. Я знаю людей, которые, знаете, подыграют знамение. О, Господи, пусть сейчас будет на небе солнце. Ну, ё-моё, конечно, на небе будет солнце. Пусть сейчас подует ветер справа. Ребята, ну не издевайтесь над этим. Перестаньте подыгрывать и играть в эти игры, в которые Бог не играет. Если вы хотите, Бог говорит, с лукавыми, я буду поступать по их лукавству. То есть, хочешь, на тебе знамение. Помните, как Валаам и Валаак, пророк, которым осёл говорил, он говорит, всё, я пойду, Бог говорит, ну ладно, иди. То есть, он говорит, я буду по их лукавству. Но здесь же он просто остановил его. Поэтому, ребят, 25 секунд осталось. Вот это, как различить. Благословение всем вам. До следующей встречи в прямом эфире. Пока всем с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова